Здравствуйте! Вы смотрите Курзамское телевидение. В эфире программа «Взгляд из Венсполса. События, люди, мнения». В студии с вами Татьяна Саксаганская. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подробности в сюжете. Свой визит в Венсполс министр экономики Виктор Валайнис начал с посещения Венсполского парка технологий, где состоялась встреча с местными предпринимателями. Я считаю, важно то, что на этой встрече присутствовали самые разные предприниматели. Были и представители муниципальных предприятий, стивидоры, крупные фирмы, но были и очень небольшие коммерсанты. Но они все формируют нашу экономику, поэтому министру была представлена комплексная информация. Во время общения с предпринимателями удалось определить круг вопросов. В том числе говорили о том, что доступна поддержка для цифровой трансформации предприятий, а средств на это больше нет. Самые малые два года как в средствах массовой информации, так и на мероприятиях, посвященных предпринимательской деятельности, призывали использовать эту программу. Но как только бизнес-среда раскачалась и была уже готова подать проекты, оказалось, что 45 миллионов на конкретную программу недостаточно. Министерство экономики приостановило эту программу, и мы ждем, когда Кабинет министров внесет изменения и, конечно, выделит дополнительное финансирование, чтобы вновь начать принимать заявки. Я вижу, насколько в Латвии важна программа, предусмотренная для цифровой трансформации. Важное значение она имеет для производственных предприятий. Экспортоспособным предприятиям, которые таким образом могут оптимизировать процессы, заменяя оборудование на роботизированные решения, это позволяет улучшать конкурентноспособность. О возможном получении гранта от Латвийского агентства инвестиций и развития, а также получении кредита от Altum, узнал и руководство предприятия Malmor. Было начато строительство пристройки, чтобы расширить производство и ввести новые технологии. Но встать на цифровые рельсы пока не удалось. Сейчас вводить цифровые технологии легче малым предприятиям. Они могут это реализовать за пару месяцев, но за три-четыре. А наш продукт довольно сложный. Надо было проводить исследования рынка. У нас это заняло 8-9 месяцев. Не хватило каких-то двух недель, которые стали решающими для того, чтобы успеть присоединиться к тем, кто подал последние заявки в Altum. Для того, чтобы привлечь финансирование на введение роботизированного оборудования на предприятии, новые программатуры и других инновационных решений предприниматели разных регионов Латвии подготовили проекты. А Министерство экономики обещает выделить финансирование в ближайшее время. Для этой программы будет выделено дополнительное финансирование, чтобы эти предприятия могли развиваться. И те объемы, о которых мы говорили, достаточно большие и значимые, чтобы оставить их без внимания. Программа государственной поддержки будет действовать до конца 2026 года. Времени не так-то много. При этом Министерство экономики не скрывает, что сейчас происходит перераспределение средств между менее востребованными и более эффективными программами. Мы видим программы, которые, по нашему мнению, не будут востребованы. Они не позволяют достичь желаемых целей, которые были поставлены политиками лет пять назад. Сейчас мы эти средства перераспределим на другие программы, которые на сегодняшний день важны для экономического развития больше, чем другие, скажем так, сомнительные программы. Программа «Алтум» предлагает привлекательное финансирование и возможность с большой скидкой до 35% от общих расходов погашать долг. Это хорошая возможность для предпринимателей модернизировать работу и сделать шаг в направлении повышения конкурентной способности. Сейчас все так стремительно меняется, и то, что актуальность сегодня, через два года уже утратит эту актуальность. Надо быть способным модернизировать процессы независимо от того, есть государственная поддержка или нет. Иначе через два года ты уже не сможешь быть на этом рынке и экспортировать продукцию. Предприятия, подавшие свои проекты в «Алтум», представляют различные отрасли дерева и металлообработку, медицину, производство продуктов. Большинство предпринимателей планируют приобрести новое роботизированное оборудование, либо ввести новые программатуры. Предприниматели, которые построили заводы и оборудовали их, охотно приобрели бы в свои имущества и земельные участки. Сейчас самоуправление не может продать свои земли, так как это было тогда, когда землю выкупило предприятие «Бухер Муниципал». Мы это хотим изменить. Я рассказал министру экономики и 23 мая продемонстрирую конкретные примеры президенту страны. В случае Венспалса порт составляет 42% от всей территории города. Кто может утверждать, что половина города – это стратегическая инфраструктура? Какой-то земельный участок в Маур-Цемсе – это что, стратегическая территория? Я понимаю, причалы, земля возле воды – это да. Но не поэтому надо ограничивать. И в то же время частные лица могут продавать свои земли на территории свободного порта. Где логика? Министр экономики особый акцент поставил на успешном сотрудничестве Венспалса с паромной компанией «Стеналайн». Я посетил «Стеналайн». Это компания с оборотом в миллиарды евро. Может, у них и нет проблем с привлечением средств. Но нормативная база, необходимая для уверенности в долгосрочных инвестициях, это то, над чем надо работать и что надо решить на государственном уровне. Договоры о сотрудничестве, заключенные на более чем 100 лет, гарантируют постоянный доход в казну самоуправления. А для жителей это гарантия наличия рабочих мест, налоги с зарплат, которых позволяют выплачивать пособия по уходу за ребенком, оплачивать больничные и пенсии. Предприятие «Венспалс Силтум» сначала реконструкцию котельной на Левом берегу. Замена устаревшего котла на два новых повысит эффективность производства тепловой энергии, увеличит общую мощность котельной и автоматизирует процесс работы. Подключение нового оборудования запланировано на ноябрь этого года. Подробности в сюжете моей коллеги Анны Гегер. Предприятие «Венспалс Силтумс» продолжает совершенствовать свои услуги теплоснабжения. В этом месте начались работы по реконструкции котельной на улице Бриюбас-38. Основная цель – повышение эффективности производства тепловой энергии. В настоящее время проходит демонтаж котла на щепе, установленного в 2006 году мощностью 6 мегаватт. Вместо него будут установлены два новых котла на щепе общей мощностью 10 мегаватт. Одной из причин этой модернизации является недостаточная мощность старого котла и его неспособность к автоматизации. В последние годы потребление теплоэнергии значительно выросло, в основном за счет подключения новых потребителей и строительства магистральной теплотрассы протяженностью около 3 километров. На эту теплотрассу были подключены крупные потребители тепла, включая производственные предприятия. Фактическая мощность старого котла была примерно 5 мегаватт. Сейчас у новых котлов мощность будет дважды по 5. Итого 10 мегаватт, то есть в два раза больше. Дело в том, что когда в 2019 году, когда построили новую теплотрассу, до производства Бухер-Муниципал, протяженностью более 3 километров, тепловая мощность левого берега выросла. В среднем, примерно, зимой она была приблизительно 4 мегаватт. Это значит, что все котлы, если на улице была температура минус 5, работали на максимально возможной мощности. И практически не было никакого резерва. Поэтому это одна из главных причин, почему необходимо было увеличить мощность. И было принято решение установить новые котлы. Вторая, не менее важная причина, это то, что летом, когда нагрузка становится меньше, в среднем нагрузка летом где-то 4-5 мегаватт, то при использовании большого котла мощностью в 10 мегаватт было сложно работать в тандеме с конденсатором дымовых газов. А работая с конденсатором дымовых газов, котел работает очень эффективно. И общий коэффициент полезного действия в тот момент превышает 100%. В настоящее время в котельной производится демонтаж бетонного пола из старого фундамента, а также демонтаж печи старого котла. На этой неделе строительный подрядчик планирует частично снять кровлю котельной для демонтажа старого отопительного котла и его оборудования. Проект предусмотрит также автоматизацию и производство тепла. Это значит, что в летние месяцы новые котлы смогут работать в автоматическом режиме, а наблюдать за их работой можно будет удаленно. Котлы на щепе в работу включают оператор, а затем все заданные режимы поддерживаются автоматически. Здесь также будет отдельный склад щепы для этих котлов и отдельная линия питания. Это значит, что вне зависимости от того, что если с имеющимися котлами что-то случится, я имею в виду два котла мощностью по 10 мегаватт каждый, если вдруг там, например, остановится линия или случатся еще какие-то мелкие неполадки, то эти новые котлы смогут работать независимо от этих обстоятельств и полностью смогут обеспечить необходимую мощность. Безусловно, зимой в дополнение будет работать и дизельный котел. И это будет достаточный резерв, если вдруг что-то произойдет на линии подачи, какие-то небольшие неполадки. Помимо установки двух новых котлов и внедрения системы автоматизации, планируется также установить новое оборудование с двойным эффектом. Это позволит снизить объем выбросов в атмосферу и сократить расход топлива до 10%. Новое оборудование откроет возможность полностью использовать тепловую энергию, извлекаемую из дымовых газов. Затраты на реконструкцию котельной полицы Бриевос-38 составят 7,5 миллионов евро. Предприятие реализует проект за собственные средства. Договор был заключен в апреле прошлого года. Общие затраты – 7,5 миллионов евро. И финансирует это Венспилс Синтумс. Это средства, полученные от продаж лишних кот СО2. И чтобы было всем понятно, эти деньги мы не можем потратить на какие-то свои нужды. Эти деньги мы можем потратить только на мероприятия по улучшению энергоэффективности. И это именно тот случай. Эти средства мы вкладываем, чтобы установить новое оборудование, чтобы увеличить энергоэффективность. Установка новых котлов запланирована на июнь текущего года. По завершению проекта мощность котельной увеличится до 30 мегаватт. 25 мая в 11.00 в Сталзене около лодочной базы на озере Бушников в сотрудничестве с фирмой «Геодезист» и Венсполским клубом «Марафона» состоится традиционный забег вокруг озера Бушнику. Длина дистанции – 8 километров. Участников поделят на 4 возрастные группы. Первая группа – 2004 года рождения и младше. Вторая группа – годы рождения 1994-2002. Третья группа – 1984-1993. И четвертая группа – 1983 год рождения и старше. Победители во всех возрастных группах наградят медалями, дипломами и призами от спонсоров. Заявки на участие в забеге можно подать до 14.00 24 мая в электронном виде. В заявке необходимо указать имя, фамилию и первую часть персонального кода. Дети до 18 лет участвуют бесплатно. Для остальных плата чисто символическая, и если записаться заранее, то она будет меньше, чем в день забега. Регистрация будет проходить до 10 часов 30 минут. Участие в забеге – это не только возможность проверить свою физическую форму, но и отличный способ активно провести время на свежем воздухе, наслаждаясь красотами природы. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. С 11 мая хоккейные фанаты по всему миру оживились. В Венспасе они собираются на рыночной площади, чтобы на большом экране следить за играми и поддерживать сборную Латвии на чемпионате мира. Для них также организованы различные конкурсы, игры и турниры, а атмосферу поддерживают диджеи и ведущи. Мероприятие бесплатное финансируется в Венспасском самоправлении. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok